Далее к криминальным новостям. Сегодня осудили группу угонщиков. Подробности в рубрике ориентировка. Погорели на любви к дорогим японским автомобилям и продукции автоваза. Сегодня Ленинский район из Ударимбурга приговорил троих угонщиков к 13,5 годам колонии общего режима на всех. Организатор группы получил 5,5 и его подельники по 4 года. Троица угонщиков, самому старшему из которых 26 лет, орудовала прошлым летом. Начали с отечественных автомобилей. Угнанные «Жигули» 14 и 15 модели они вернули законовладельцам за выкуп. По первому автомобилю сумма была 60 тысяч рублей, по второму – 90. Опробовав преступную схему на продукции отечественного автопрома, молодые люди перешли на дорогие иномарки. Вооружившись сканерами, они угнали два автомобиля «Ниссан Тиана». О том, что машина принадлежит коммерческим организациям, угонщики не знали. Первую иномарку налетчики успели поставить в так называемый гараж-отстойник. Вторую за несколько минут увели ночью со двора многоэтажки по проспекту Гагарина. Но попали под полицейскую слежку. Автомобиль они смогли выгнать за город Оренбург, поселок Кушкуль. У них произошли неполадки с данным автомобилем. Они его оставили на берегу озера. Через несколько дней вернулись за данным автомобилем. Исправили неисправности, завели автомобиль. И направились на нем в отстойник. Это гараж, ранее арендованный на территории поселка Южного города Оренбурга. А тут их уже ждали полицейские. Попытка разбежаться в разные стороны успеха не принесла. Все трое были задержаны на месте с поличным. Двое из задержанных, ранее судимых, ровно год до суда просидели в следственном изоляторе. Третий под домашним арестом. Однако наручники на его руках застегнули сегодня прямо в зале суда. 75-летнюю Елену Вербину ищут с начала августа. Первыми ее исчезновения заметили родственники. Пропала из собственной квартиры, скорее всего. Родственники, которые пришли проведывать женщину, к ней ходят племянники, внуки. Они обнаружили, что ее дома нет. И осталась на плите еда, которая уже прокисла. То есть стояла несколько дней. До сегодняшнего дня неизвестно, какого числа пропала женщина. К тому же неясно, из дома она пропала или с дачи. Несмотря на свой солидный возраст, женщина чаще всего добиралась до своего садового участка, который находится в дубовой роще пешком. А это около 30 километров. Часто идущей по дороге ее видели соседи по даче. Но с начала августа женщина исчезла. Известно, что пенсионерка страдает потерей памяти и уже неоднократно уходила из дома на долгое время. Но родственники не теряют надежды найти ее. На вид ей 75 лет. Телосложение худощавое. Рост около 168 сантиметров. Волосы средней длины вьющиеся. Была одета в плащ вишневого цвета, синюю юбку, черный платок и черные сандалии. Особая примета – резец на верхней челюсти отсутствует. Предположительно, при себе имела зеленое ведро. Если вам что-то известно о местонахождении Вербиной Елены Васильевны, просьба позвонить по указанным номерам. За достоверную информацию обещано вознаграждение 150 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова